добрый день дорогие друзья вы на телеканале и тонн тв программа разбор полетов меня зовут александр вальдман а со мной в нашей тель-авивской студии к сожалению виртуально находятся мои коллеги журналисты мар горин и павел маргулян добрый день друзья тема нашего сегодняшнего разговора политика политика израильская политика поселений дело в том что 11 июля исполняется ровно 20 лет с начала знаменитых двухнедельных переговоров к м дэвиде в сша между премьер-министром тогдашним премьер-министром израиля иудам бараком и лидером палестинской автономии ясером арафатом при посредничестве билла клинтона тогда переговоры стали как принято считать неудавшиеся попытки достичь соглашения об окончательном урегулировании между израилем и палестинцами наверное я начну с марка марк у меня к тебе вопрос ты в то время работал в партии которая была членом коалиции членом правительства я имею ввиду партию израиль балия и хочу напомнить мне вопрос формулировать скорее даже не об этом а о том напомнить напомнить выступление уже на тот момент бывшего президента соединенных штатов билла клинтона он в четырнадцатом году 30 апреля выступая в одном из университетов американских если не ошибаюсь джорджтауне сказал что переговоры не увенчались успехом по одной простой причине барак не отдал 16 метров арафат возле стены плача арафат хотел получить проход в туннелям а барак уперся и не отдал но помимо этого барак очень много другого хотел отдать палестинцам скажи пожалуйста вот поскольку ты был как бы почти внутри тех событий какова была легитимность барака вести эти переговоры вообще поскольку на тот момент его в правительстве за четырех министров поддерживала только девять в общем то практически у любого правительства ни в одном документе не сказано сколько должно быть министров политика для того чтобы выдвигать те или иные проблемы идти на те или иные переговоры ну да наверное оно было не очень устойчиво в известном смысле и партия в которой я работал его не сильно поддерживало хотя в общем то когда барак шел на выборы внутри тогда же было вообще по-другому тогда же избирали как президента премьер-министра голосовали это прямо было прямое голосование и в партии руководство партии как бы подсказывал голосовать за барака думали и как бы политические интересы руководители партии вот там учерасского дельтейна а брофа просто так сказать был как бы поддерживал барака и внутренние не только политически но и как бы идеологически поддерживал поддерживали а когда уже дело дошло до дела то ну скажем так правое руководство из райба алья в общем то решила не поддерживать премьер-министра ну не поддерживаю так не поддерживать я тот момент был функционером секретарем как так сказать какая установка была такую я его себе озвучивал пока не стал кардинально сейчас не об этом вопрос то все равно осталось он как был так и так и остался будет здесь два государства для двух народов меня до или вот как сейчас а то именно и и одно а второе вроде не государства липового государства но вечно так не будет все равно какое-то решение будет принято до может переговоры эти были обречены в общем-то на пораженном провал 16 метрах что не мог говорить что одна из сторон была абсолютно не готова работа не готов к решениям немедленным он не мог сказать своему народу что он согласен с евреями потому что потенциалом его военной и теоретической деятельности было именно то что здесь евреям не место чтобы не легитимны здесь поэтому он не мог одночасье сказать нет все по-другому значит теперь евреи уже легитимны он сказать не мог для этого нужно было время нужны были поколения а всем хочется сегодня всем хочет чтобы решение пришло к выборам вот сейчас мы делаем решение к выборам в америке к примеру я думаю что трагедия равенна была тоже во многом в том что не просто хотел мира хотел мира к выборам это торопливость народы не готовы к таким быстрым решениям после такого количества такого количества такого океана ненависти нужно время арафан был к этому не готов и они были обречены я не хочу повторяться просто было понятно другое дело что как это камень то есть один переговор одно объяснение проходит время приходит новое поколение у них уже у них уже главная ненависть а норма жизни уже не идеология а так сказать психология ну в общем то вот это идет ну я думаю что мы перейдем еще к этому вопросу павел михайлович хочу в разговоре с тобой провести может быть некие параллели между событиями в кемп дэвиде и сегодняшним днем речь идет о так называемой сделке века на днях я знаю ты встречался с руководителями совета поселения разговаривали об этом о сделке века что они тебе об этом говорят каково их отношения какие ожидания плохие хорошие ожидания плохие если так сказать двумя словами сказать более того руководство совета поселений утверждает что любое правительство израиля который поставил свою подпись под документом где будет написано не будет присутствовать словосочетание палестинское государство они его немедленно свалят это правительство то есть категорическое неприятие в любом виде любого документа где есть вот такое словосочетание и как следствие неприятия самого факта палестинского государства поселенцы и руководство совета поселений категорически отвергают Эту идею И они сейчас находятся В непонимании того, как на это мог Согласиться Бениамин Натаньягу Они на него рассчитывали И у них разные версии Одна версия, что да Как сказал Марк, это к выборам Это к выборам Трампа Это может быть к выборам Натаньягу Следующие Натаньягу может быть У них подозрение, что Натаньягу тем хочет Войти в историю Подписав такой документ и так далее То есть все кроме интересов Их интересов по их мнению Присутствует в этой сделке века Она у них, кстати, опубликована На интернет-сайте совета поселений Чтобы все желающие могли С ней ознакомиться И увидеть, что там да Присутствует фраза о создании Палестинского государства Это, скажем так, идеологический Фрагмент, против которого они возражают А практически эти вот те самые Там 19 поселений Которые остаются географическими Пальцами окажутся окруженными Палестинской территорией И будут в окружении Палестинцев, которых они Ну, по крайней мере, не считают Своими друзьями И фраза, в которой говорится о том Что если они хотят Они смогут остаться в этих поселениях То есть это для них тоже какой-то вид Издевки, что ли, над ним Поэтому они категорически Отрицают это И поэтому, наверное, все это и застряло Потому что мы знаем, что у поселенцев Довольно сильное лобби В политике, в Кнесте, в Израильском И я не знаю, ожидал не Даниягу, не ожидал На что он надеялся, пожимая Трампу руку И принимая от него эту сделку века Где сказано о создании Палестинского государства Но в том виде оно, конечно же, вряд ли пройдет Потому что по сравнению с Кэмп Дэвидом О котором мы говорили Палестинцев сдало, наверное, с тех пор В два раза больше численность Ну и, соответственно, усилилось их политическое влияние Политической лобби И преодолеть его Я не знаю, как практически не представляется Возможно на сегодняшний день И в самом Ликуде полно Ликудников, напомню, Ликуд никогда не подтверждал Свою приверженность Созданию палестинского государства Вот и все Поэтому при сегодняшнем политическом раскладе Перспектив для реализации сделки века В ее первоначальном виде практически нет Паша, вопрос к тебе И потом Марику тоже такой же вопрос Просьба ответить на него Дело в том, что есть любопытная статистика С момента подписания соглашения в Осло В 1993 году до 2000 года До августа 2000 года В Израиле было совершено 256 человек погибли в террористических актах За 15 лет до подписания соглашения в Осло В 1993 году То есть где-то с Легко сосчитать Сколько лет было Когда это было Погибло 216 За 15 лет 216 человек в терактах А после подписания 256 Какова вероятность того, что Если да, сделка века состоится То чем пугают Израиль Палестинцы Начнется новая интифада Новые теракты И со всеми вытекающими последствиями Овчинка стоит выделки? Паша Ну, смотрите, этого никто не знает Есть мнение и в ту или иную сторону С одной стороны, что да, будет что-то типа интифады Есть и другие мнения, что палестинцам Особенно на западном берегу сейчас не до интифад вообще У них как-то более-менее вроде бы налаживается экономическая жизнь А когда человеку есть что терять в своей жизни То он как-то не с особым рвением берется за нож Или за автомат или за бомбу какую-то При всем том, что Хамас, конечно, в Газе Хотел бы зажечь территории Хотел бы зажечь западный берег Сделать какую-то новую интифаду В общем-то, но удастся ли ему это сделать Это неизвестно, это раз А во-вторых, смотрите План Трампа С учетом того, что чем ближе к 3 ноября 2000 года Тем меньше Трампа он будет интересен Заниматься этим Трампом То я не вижу вообще возможности, как его И в каком виде его реализуют Кстати, сами поселенцы надеются на то, что он будет принят Если будет принят, то частично Будет сказано О распространении израильской юрисдикции На 10-15% территории И больше ничего в нем сказано не будет По поводу палестинского государства Но это их мечтание Особый недостаток их в реализации любого плана То, что они не интересуются мнением наших соседей На мой взгляд То, что думают палестинцы По этому поводу их вообще не интересуют Спасибо, теперь Марик Тот же самый вопрос к тебе Только я еще дополню одним штрихом Вот в то время 20 лет назад Брали ли в расчет В руководстве той же самой партии Исраиль Балия Тот момент, то количество жертв Которым привело Соглашение ВОСЛА Думали ли об этом Или наоборот Когда организовывали знаменитую демонстрацию Первый и последний раз вместе Когда Исраиль Балия И наш дом Израиля Собрались Провели манифестацию против Кэм Дэвид Того, чтобы барак отправлялся в Кэм Дэвид Может быть, как-то они думали об этом? Ну, мне сложно сказать, что они думали Ну как, ты был рядом Сейчас я отвечу То, что они, значит, говорили Это я и озвучивал Мне кажется, что они больше думали О самом факте своего присутствия в правом лагере И участие в тех идеологических позициях Которые, так сказать, они считали нужным Защищать все свои убеждения Мне так кажется Что не в этом дело Понимаете, это идеология Ну, которая не рассматривает вопрос Как бы будущего Она исходит из конкретных Внутриполитических интересов На сегодняшний день Как мне кажется То есть, за 20 лет ничего не изменилось? Да, конечно Тем более, что палестинцы предлагали Гораздо щедрее, чем то, что предлагал барак на это время И Ольвер, и Андреанаполис И из-за стимии Ну вот А Трамп так сегодня просто говорит О государстве полноценном Огромные деньги Которые мы могли обещать палестинцы У нас просто не было Могли много обещать Но таких денег у нас не было Но я сейчас и другого хочу сказать Ответственный гражданин Ответственный гражданин Он должен, в принципе, себе сказать правду Значит, дело не в том лучше, хуже Часто, кто не вестет сказать Стоит того, чтобы это делать Или не стоит Никто не знает Лучше это будет или хуже Никто не дозьмет Кто дозьмет результаты Там, по следующему поколению А речь о другом Здесь будет либо два государства Для двух народов Либо одно государство Для двух народов Вечно такая история продолжаться не может Придут демократы Не в этой границе Так следующие В Америке И поставят В облако защита На более жестких условиях Я вдруг сам прокомментирую То, что Паша говорит Очень интересный Его рассказ был Потому что мы мало знаем О том, что говорится Внутри Пассиорического сообщества Но интересно другое А как они Эти господа Вообще Видят происходящее Ведь сделка века Они же взрослые Серьезные люди Она предусматривала Какие-то подарки Пирожки для Израиля Иерусалим, Голланды Отношения Часть Часть Это Данской долины Иудеи Самари Которая Отойдет нам После То, что Нитаниаку называют Аннексией Не говоря О том, что На самом деле Целью Трампа является Создание Палестинского государства Мы взяли Эти пирожки Не платить За взятое Это вообще-то Не Оказывает Приличного человека И Нитаниаку согласился Насколько мне известно Более того В Америке Он говорит Что он поддерживает Создание Палестинского государства И работает Участвует В работе Над его созданием Сюда он приезжает И говорит Об аннексии А аннексию Он называет То, что там Некое Географический Отвод 30% Ну, я бы Об этом уже говорил Вот Так что С поселения Теперь от него Хотят Могут ли они Словить правительство Не знаю Возможно ли Понимаете Какая штука Наш Министр Замечательно Управляет конфликтом Так, что его не решать Вообще не решать Это очень удобно Потому что Если его не решать То нашей Постоянной целью Будет война Можно не заниматься Внутренней политикой Можно нести За нее ответственность Можно Вообще Так сказать Сдать страну Определенному Сегменту Населения И в качестве Так сказать Ну Возврата За Такую За такую Аренду Получить Крестоприн Все можно Пока А когда это Надо будет заниматься Внутренней Мы не занимаемся Внутренней политикой У нас с этим У нас очень серьезные Внутренние проблемы И в медицине И в образовании Очень серьезные Но нам не до того У нас война И о том Что мы не решаем Мы очень сильно Проигрываем В качестве жизни И все проигрывают И мы проигрываем Палестинцы проигрывают Сегодня Больше того Сегодня у нас Вообще уникальная история Арабские страны Гранды, заливы Очень богатые Очень влиятельные В арабском мире Они готовы С нами разговаривать И вообще Нормально жить Экономически Во всем Дружить против Ирана Понять Что мы им нужны Для того Чтобы там Вооружение И лекарства Нашли в нужды Но тем не менее Это абсолютно Новое явление Они просто не могут Пока мы не договоримся С Палестинцем Договоримся ли мы? Ээээ Не знаю Я думаю Что если Вот я думаю Что если Сделка Века Квад Трамп О создании Государства Не состоится То практически Другого Другой преграды Перед путем К созданию Одного государства Для двух народов Где нам придется Дать все Гражданские права Всем Палестинцам Которые Вокруг нас Живут Практически Никаких Больше Преград К этому Не остается А Реально Продолжение Сионистского Проекта В такой ситуации Я не уверен Но я Это не показатель Не уверены Значительно Более Серьезные Специалисты В истории Политики Израиля Когда говорят Марк Спасибо Спасибо Павел Тебе тоже Огромное спасибо За участие В программе Было Как всегда Интересно И любопытно Спасибо Всего самого доброго До новых встреч И будьте нам здоровы Спасибо Всего доброго Спасибо вам Друзья Что были с нами Будьте здоровы До новых встреч До новых встреч